Не будем говорить за всех, но думаем, вам хочется узнать о вещах, которые вы раньше никогда не видели. В этом ролике мы покажем вам 12 вещей, которые вы увидите впервые в своей жизни. От сердца кита до процесса производства сахара. Здравствуйте, дорогие хачезнайки, с вами канал Хочу Знать. Сердце кита. Средняя длина синего кита равна 26 метрам, а самый большой кит из когда-либо виденных человеком достигал длину 33,5 метра. В среднем весит такой кит 150 тонн, приблизительно столько же, сколько весят 2000 человек. При всем этом частота сердцебиения синего кита самая медленная из всех животных. Во время погружения она составляет всего от 4 до 8 ударов в минуту. Кровью в это время снабжается только мозг и сердце гиганта. Кстати, сердце его весит около 650 килограммов и по размерам сопоставимо с небольшим автомобилем типа мини-купер. Главная аорта превосходит по диаметру самую большую в мире водопроводную трубу, расположенную на территории Лондона, да и выдерживает больший напор. И слышно, как работает сердце кита очень далеко. На расстоянии несколько десятков километров эти звуки легко улавливают акустические приборы, расположенные на кораблях. Сердце кита – это надежный и износостойкий насос с большим КПД. Воплотить подобные технические решения в жизнь еще не удалось ни одному конструктору. Облако пыльцы от упавшего дерева Аллергия на пыльцу – один из самых распространенных видов аллергии. Те, кто ей страдают, предпочитают обходить цветущие деревья с начала весны и до заморозков, чтобы не ходить, почесываясь и чихая. Но так, наверное, стал бы вести себя даже не страдающий аллергией человек, если бы он попал в это огромное облако пыльцы. Откуда оно взялось? Вот предыстория. Сотрудники компании, занимающейся подрезкой и вырубкой деревьев, приехали, чтобы спилить его дерево, растущее в Теннессе, США, которое чем-то насолило местным жителям. Однако упавшее дерево напоследок неплохо отомстило обидчикам. От него поднялось такое огромное облако пыльцы, что очевидцы не только сравнили его со взрывом пыльцевой бомбы, но и порадовались, что никто из них не является аллергиком. Как можно увидеть полную радугу? Почти всегда мы видим радугу в форме арки, но на самом деле все радуги круглые. Мы видим только их часть, так как другая закрыта горизонтом и землей. Находясь на земле, человек почти никогда не может видеть полный круг радуги, потому что она опускается ниже горизонта. Но если найти нужный ракурс, то можно увидеть радугу, если не целиком, то большую ее часть. А если подняться над землей, например, на самолете, то можно увидеть полную радугу. В сети можно найти немало видео, на которых снята полная радуга. Чаще всего они сделаны пилотами. Можно ли плакать в космосе? На самом деле космонавты, конечно, тоже плачут. Однако, как объяснили специалисты НАСА, в условиях микрогравитации слезы не текут вниз, как на Земле, а остаются на месте. Они собираются вокруг глазного яблока. Более того, такие слезы доставляют немало неприятных ощущений. В мае 2011 года космонавт Эндрю Фьюстелл, возможно, первым узнал, что происходит, когда слезятся глаза в космосе. Во время выхода в открытый космос Фьюстелл почувствовал сильное сжение в глазу. Как оказалось позже, внутрь шлема космонавта попало немного средства от запотевания, что вызвало слезотечение. Ему удалось потереть глаз о губчатое устройство, которое обычно используется для зажатия носа при выравнивании давления, и облегчить свое состояние. Первый запуск индийской ракеты-носителя — GSLV Mark III. Крупнейшая ракета индийского производства с самым большим в истории страны спутником была запущена с космодрома на острове Шри-Харикотта в Бенгальском заливе. GSLV Mark III состоит из центрального блока и двух боковых твердотопливных ускорителей S200. Последний отличается рекордными размерами, которые уступают только американским «Шаттлам» и европейским «Ариан-5». Высота — 25 метров, объем — 207 тонн топлива. Твердотопливные ускорители обеспечивают запуск носителя. Двигатели первой ступени зажигаются только спустя 110 секунд. Первая ступень ракеты оснащена двумя жидкостными двигателями «Викос» с тягой до 1598 кН в вакууме. Верхняя ступень является увеличенной версией третьей ступени GSLV Mark II. На нее установлен один криогенный двигатель СЕ-20 с тягой 186 кН. Вертолет перевозит опоры ЛЭП. Еще совсем недавно люди создавали все вручную. Теперь же технологии и автоматика позволяют нам сесть и расслабиться. Всю работу выполняют роботы. В какой-то степени они же помогают перевозить опоры ЛЭП. В прошлом, да и сейчас, установка ЛЭП в горной и болотистой местности была очень сложной задачей. Людям приходилось строить дороги, делать просеки и так далее. Этот список очень длинный. Все это требовало значительные людские денежные ресурсы, которые есть не у каждой страны. Но все изменилось, когда появились вертолеты. С их помощью выполняется разведка и монтажные работы, причем буквально в мгновение ока. Пример подобной работы можно увидеть в следующем видео. В канадской провинции Манитоба пилот вертолета продемонстрировал точную работу, пролетев с массивной опорой линии электропередачи и опустив ее прямо на фундамент конструкции. Пока аппарат приближался к цели, оператор показывал трех рабочих в оранжевых костюмах, которые, вероятно, и установили основание сооружения. Создание фейерверков История пиротехнических изделий началась около двух тысяч лет назад в Китае. Тогда местные умельцы смешивали уголь и серу, а затем засыпали вещества в бамбуковые трубки. Современные салюты и петарды тоже работают по принципу сжигания взрывчатых составов. При этом с технической точки зрения они не сильно отличаются от древних китайских ракет. Внутри шутихи представляют собой трубу, полную взрывоопасной химической смеси. Как воспламеняющийся реагент чаще всего используют черный или бездымный порок. Чтобы фейерверк был самым красочным и самым ярким, в смесь добавляют натрий, алюминий или магний. При окислении эти вещества выделяют большое количество тепла, поэтому с земли взрыв кажется красивой белой вспышкой. Разнообразные химические добавки раскрашивают живописные взрывы в удивительную палитру расцветок. Чихающие животные Обычно люди чихают, когда простужаются или страдают аллергией. Во время чихания происходит форсированный выдох, чтобы удалить раздражитель из дыхательных путей. Но также чихать могут не только люди, но и сухопутные животные и даже обитатели водоемов. Морская игуана, например, через ноздри избавляется от соли. Киты и дельфины выдыхают и, прежде чем вдохнуть, пускают фонтан воды через дыхало, что можно сравнить с чиханием. Рыбы не могут чихнуть в прямом смысле слова, поскольку у них отсутствует легкий и респираторный тракт. Тем не менее, они могут произвести схожие, по сути, действия для того, чтобы прочистить жабры. Насекомые же себе такого удовольствия позволить не могут. Поверхность Луны На лунном диске можно различить невооруженным взглядом темные участки, условно названные морями, и светлые, более возвышенные и гористые по сравнению с ними континенты или материки. Средняя высота морей примерно на 2,5 километра ниже, чем у континентов. Моря – более молодые геологические образования округлой формы с гладкой поверхностью. Они занимают около 16% площади Луны. В результате вулканической деятельности вышедшая лава затопила неизменные участки, в результате чего они покрылись слоем базальта, дающего темный цвет. Самый большой из лунных морей – океан Бурь, протяженность которого составляет 2000 километров. Большая часть лунных морей находится на видимой стороне спутника, но самая глубокая впадина расположена на обратной стороне. Ее глубина равна 8000 метров. Разница между самой низкой точкой Луны и самой высокой составляет 16000 метров. Великая Китайская стена и море Шанхай-Гуань – это место, где Великая Китайская стена выходит к морю. До выхода к морю Великая стена переходит в сооружение, известное под названием «Первый проход». Это двухэтажное здание династии Минь с двойной крышей. В башне расположен небольшой музей с коллекцией оружия, доспехов, одежды и картин. То место, где стена фактически встречается с морем, 4 километра от центра Шанхай-Гуаня, называется «Голова старого дракона». Согласно легенде, здесь когда-то красовалась голова резного дракона, смотрящая в море. Токийский противопаводковый коллектор Токийский противопаводковый коллектор – один из крупнейших в мире подземных объектов для борьбы с наводнениями. По масштабу и величественной атмосфере подземный коллектор напоминает огромный дворец. Однако его функции и роль все еще малоизвестны широкой публике. За 10 лет эксплуатации подземный дворец уже более 100 раз принимал на себя последствия разгулявшейся стихии, значительно сокращая ущерб от наводнений. Коллектор – огромный подземный зал размером 177 на 78 метров, где 18-метровые потолки поддерживают 59 500 тоннных бетонных колонн, часто используются для съемок фото для журналов мод, видеоклипов известных певцов, а также в качестве естественной декорации художественных фильмов. Как производят сахар Технология получения сахара происходит так. Груженные машины подгоняют к пункту приемки, и там разгружают содержимое кузовов в бункер. Из бункера корнеплоды или тростник попадают на конвейерную ленту, которая уносит сырье в подземелье. Далее идет очистка. Чистые корнеплоды отправляются на резку. Они попадают в бункер и увлекаются внутрь корпуса, где под воздействием центробежной силы прижимаются к режущей кромке ножей, скользя по которым постепенно изрезаются на стружку. Полученная стружка по ленточному транспортеру направляется к диффузионному аппарату. Затем насыщенный сахаром сок выгружается из верхней части аппарата. Полученный в процессе сок сгущают выпариванием. Выгруженный из центрифуг влажный сахар-песок транспортируют для высушивания в барабан. Сахар внутри барабана обдувается раскаленным воздухом больше 100 градусов. После сушки высушенный и охлажденный сахар-песок подается на машину рассева. По окончанию рассева сахар направляется на фасовку. Пока! На этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать». Смотрите другие наши видео. Продолжение следует...